В сети до сих пор набирает популярность клипы про крымского прокурора. Наталью Поклонскую видели миллионы человек. Но почти никто не знает, что популярна дама в погонах стала благодаря жителю Кировской области. Художник из города Слободской первым создал и выложил во всемирную паутину Наталью Владимировну в образе анимешного персонажа. Там она с мечом будет кому-то голову рубить. Вот он, герой последних месяцев. Да не абы какой, а уже с мировой известностью слобожанин Максим Смолин утверждает, что просто попал в жилу. Увидел интервью прокурора Поклонской и понял, это не просто прокурор, это в первую очередь женщина. И это не просто женщина, а няша. Няша, конечно, очень правильная черта лица, большая глаза и мимика специфическая. Максим первый нарисовал Поклонскую и первый выложил в интернет. В тот же день его рисунки начали не просто просматривать, проедать глазами. Волну подхватили во всем мире и в первую очередь в Японии. Вот в Японии это же все и мимика, и там милитари стайл, и вообще это же как бы в роль фетишей возведено. Поэтому у них-то почему так стартануло это? Именно потому, что у нее такая анимешная мимика. А сейчас это уже целый вид искусства рисовать прокурора Няшу. И художники Слободского Максим Смолин по-прежнему в струе. Жена не ревнует? Не то, что она не ревнует, но когда я на нее сильно переключился, она спрашивала, почему столько много внимания. Она как бы от политики вообще далекий человек. Но я объяснил, что к чему. Ну не знаю, так вот. Ну поинтересовалась, кто такая. Единственное, что Максим может обещать всем поклонникам образа Няши, так это то, что в стиле Нью из-под его кисти она не выйдет никогда. Он мог бы это сделать, но не с этой героиней. Так что ревновать супруге Екатерине поводов не будет. Да, ее все пытаются в эту сторону, как бы, няша там или секси, или еще что-то такого-то. Ну, не это самое. Я не чувствую ничего. Ну, для чего это? Ну, не вижу в ней, как бы, противоположные ей вещи. Владислав Крысов, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей для ВИЧ.